В последние два года статистика в России все больше и больше становится секретной информацией. Ну, например, 50% статей расхода российского бюджета и даже больше, чем 50%, это теперь секретная информация. Ну, в принципе, правильно, нечего холопам знать, куда бояре их налоги тратят. Но все-таки кое-что нам еще доступно. Например, стало известно, что в октябре 2023 года уже 8 миллионов владельцев квартир многоквартирных домов Российской Федерации перестали платить за услуги ЖКХ. Причем перестали платить по причине нехватки денежных средств. А 8 миллионов квартир – это примерно 7% плательщиков за ЖКХ по всей стране. То есть каждая 15-я квартира. Закон существования крупных финансовых систем, к которым, кстати говоря, относится и система ЖКХ, говорит о том, что коллапс в системе наступает примерно тогда, когда 20 и более процентов участников этой системы перестают платить обязательные платежи. Ну, то есть российская система ЖКХ на данный момент находится примерно на полпути к этому самому коллапсу. Ведущий экономист Республики Башкортостан Рустем Шаяхметов полагает, что в системе ЖКХ, как и в банковской системе, в которой тоже все очень даже не здорово, будет предпринята некая попытка переложить долги неплательщиков на плечи тех, кто платит регулярно. Ну, тут, как говорится, посмотрим, конечно. На мой взгляд, это приведет только к увеличению тех, кто отказывается от платежей по ЖКХ. Это, конечно, своего рода тупик. Не платить за ЖКХ значит не финансировать вот эту систему ресурсов, соответственно, система начнет рассыпаться. Но, как говорится, то, что есть, то есть. 7% людей, проживающих на квартирных домах, перестали платить за ЖКХ.